здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы продолжим говорить с вами об аммиаке аммиак раскручивается различными блогерами как удобрение как средство защиты растений достаточно широко говорят что он является хорошим азотным удобрением что он полезен для борьбы с болезнями вредителями растений что-то из этого правда что-то из этого совсем не правда как удобрение аммиак использовался на заре развития такого индустриального сельского хозяйства аммиак действительно является самым концентрированным азотным удобрением и содержит самое большое количество азота по сравнению с другими типами удобрений однако же уже в и крупнотоварном и в приусадебном хозяйстве было замечено что он имеет целый ряд недостатков в первую очередь это его высочайшая токсичность ядовитость для человека при вдыхании его паров и второе что он очень быстро испаряется поэтому при заделке его в таком крупноиндустриальном сельском хозяйстве обязательно использовалась сразу же перепашка или культивация с тем чтобы исключить потери аммиака потери могут достигать достаточно больших величин в случае если моментально не заделывать аммиак в почву три четверти аммиака может испаряться в процессе его внесения в случае нарушения вот этой вот технологии в результате несмотря на то что на тот момент это было самое дешевое азотное удобрение с изобретением карбамида модели мочевины от аммиака в сельском хозяйстве отказались практически полностью это и связано с тем что не надо возить цистернами жидкость она где-то может протекать парить отравляющие действия оказывать и так далее карбамид находится в сыпучем состоянии он не гигроскопичен не слеживается легко перевозится легко дозируется легко нормируется легко вносится и очень хорошо действует карбамид представляет собой аммиак соединенный с углекислым газом то есть такой аммиак запертый в соединении с углекислым газом он легко поддается микробиологическому разложению с образованием того же аммиака и затем с образованием нитратов поскольку он уже находится к этому моменту в почве то потеря аммиака в этом случае азота как следствие минимизируются но есть еще один крупный недостаток аммиака это его стоимость ведь когда мы покупаем в магазине аммиак или в аптеке нашатырный спирт мы ведь покупаем не чистый аммиак не стопроцентный аммиак мы покупаем некий раствор аммиака вот мне удалось в минске купить вот такой вот аммиак почти один один литр 0 9 килограмм аммиака он 25 процентный то есть 75 процентов в этой упаковке это просто вода а в аптеках продается еще менее концентрированный раствор нашатырный спирт который содержит 90 процентов воды и 10 процентов аммиака ну если не вдаваться в подробности то это именно так и вот я сделал такую небольшую табличку сравнительную каким же удобрением дешевле пользоваться вы ее можете видеть если вам ее хочется рассмотреть подробно вы можете нажать на паузу соответственно ее проанализировать вот и получается если сравнить содержание азота в каждом из этих удобрений это карбамид это аммиачная селитра аммиак и сульфат аммония то окажется что по сравнению вот с этими удобрениями содержание даже 25 процентном растворе аммиака собственно аммиака не такую азота в этом растворе не такое уж и большое а с учетом его стоимости мы по сравнению с мочевиной переплачиваем почти в 14 раз то есть азот вот в этой бутылке аммиака в 14 почти в 14 раз дороже чем азот вот в такой вот упаковке карбамида отсюда вопрос стоит ли нам так переплачивать за вот этот азот в виде аммиака если он ядовит если он им опасно пользоваться если от паров аммиака можно ослепнуть задохнуться он смертельно опасен особенно для детей если он так дорого стоит если его внесение является неэффективным а с учетом потерь как я показывал в другом нашем выпуске же он парит вообще колоссально очень быстро испаряется с учетом этих потерь вот в виде аммиака делать азотные подкормки это просто золотые овощи и фрукты там и цветы и все остальное у вас получится смысла в этом нет абсолютно никакого никакого преимущества аммиак не имеет перед другими удобрениями за исключением лишь того что аммиак при внесении осенью превращается в аммонии аммонию не вымывается из почвы легко и сильно связывается почвенными растворами и длительное время в почве сохраняется соответственно начинает действовать очень очень рано но в то же время вы можете внести и аммиачную селитру или другие аммиачные удобрения аммонийные это сульфат аммония например с тем чтобы достичь того же самого эффекта что касается закисления аммиаком почвы туда карбамид обладает тем же самым свойством при частом внесении систематическом внесении карбамида он постепенно закисляет почву сульфат аммония является и химически и физиологически кислым удобрением соответственно тоже сдвигает почвенную реакцию в кислую сторону аммиачная селитра в этом смысле гораздо более нейтральное удобрение но все-таки такая драматическая какая-то колоссальная стоимость аммиака как удобрение делает его абсолютно бесполезным я например не могу найти хотя бы хоть какую-то одну причину для того чтобы аммиак использовать в качестве удобрения в огороде а в защищенном грунте под поликарбонатом тем более с учетом того что аммиак особенно концентрированные растворы пары очень быстро разрушают поликарбонат как видите из таблицы даже колотым горохом крупой гороха которую купить супермаркете и и и и подсыпать под растение в качестве удобрения или в лунке это дешевле чем использовать вот такой вот технический аммиак из хозяйственного магазина что ж я надеюсь что вы теперь хорошо поймете для чего нужен аммиак и стоит ли пользоваться аммиаком и стоит ли слушать те советы которые касаются использования аммиака в качестве удобрения даже если аммиак гораздо дешевле в вашем регионе чем он продается например городе минске то неважно все равно у него есть куча 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 недостатков и есть гораздо более дешевые выгодные разумные альтернативы аммиаку для того чтобы использовать именно их вашем хозяйстве но с другой стороны вы можете увидеть что в своих выпусках я зачастую использую аммиак но я его использую не столько как удобрение и в небольших дозах я его использую как гаситель кислотности растения не очень любят кислую среду особенно при нанесении на листья и для того чтобы погасить вот эти кислоты а кислотами мы пользуемся довольно часто это янтарная кислота и то и молочная кислота в сыворотке это и уксусная кислота и другие виды кислот. Вот аммиак в этом смысле очень подходит для того, чтобы гасить эту кислотность. Но нужно его очень-очень немного для этих растворов и для этих опрыскиваний. Поэтому совсем отказываться в хозяйстве от него не стоит. Использовать мы его будем. Но вовсе не для защиты растений, для опрыскивания и вовсе не для подкормки. А совершенно с другой, гораздо более разумной целью. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok